Слушайте, а как бы вот в этой модификации можно просто вот в начале серии дать мне одну минуту времени, 60 секунд всего навсего, чтобы я по традиции как бы рассказал свои планы на, так сказать, серию, да, какие-то свои идеи, по сюжету немножечко раскидался, по своим мыслям, по ситуации с, собственно говоря, с нашим шмотом, с нашей снарягой. Вот, буквально минутку времени можно мне дать, да, как бы, если бы давали, было бы как бы хорошо и прекрасно, но беда в том, что я записываю этот старт этой серии уже третий раз. Если вкратце, я начинал вот там вот, и дальше потом шла запись, 7 минут, 7, мать его, минут, где я не смог двух слов связать, потому что каждую секунду меня атаковали. Я вышел с бункера ученых, пошел на территорию, собственно говоря, Янова, по пути меня атаковало сначала 3 зомбаря, потом, значит, меня атаковали тушканы, потом меня атаковали обычные псы, потом, мать его, псевдопес, потом черный пес под радиацией, потом, мать его, снорк атаковал, и вот там, на той стороне Янова, сейчас бегает кровосос, бегает за другим сталкером. Аааа, просто, нету сил, вся локация, вся локация меня атакует, блядь, что это такое? О, братан, ты выжил, ты справился? А где тушка кровососа? Хорошие ребята, конечно, красавцы, вот эти вот ученые, хоть кто-то занимается, блядь, здесь зачисткой территории, но это просто, это уже невыносимо, это какой-то, о, 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 еще собачка, нормально, а где этот, где кровосос, братан, ты его жахнул, нет? как же так-то кореш я-то тебе доверился где она где-то чудо-юдо пиздец я чувствую брат брат сука меня заливает меня заливает кровью братишка с пистолетиком он с пистолетиком на севере зоны нормально брата нормально да схема вообще огонь пути мой хороший да пошел ты в жопу я пожалуй тоже на станцию зайду и дверь закрою так да закрой нахрен эту дверь вот такая вот интересная модификация road to the north собственно дорогой на север юлька пулеметчица ребят это новая серия поэтому всех приветствуем все продолжаем идти по сюжету который мы наконец-таки в конце прошлой серии взяли у ученых нас так сказать заявили экспертам по зомбарям ситуация такая что у ученый пытается изучить этот мир почему так стало много зомбарей что с ними происходит и Gesprкт а зомбарям что мы на войну из круги отбиваются зомбарей спасая об собственно Celebrate as a дополнительного бороды он передал у чем что мы как бы эксперт пойди разведи так сказать там помоги ученым разведи ага ее разводить на деньги вот поэтому рядом помогать эксперимент очень просто они поймали зомбаря нужно к нему подойти какие-то эксперименты с ним сделать и потом ликвидировать все максимально просто единственное то что дайте сюда как бы это очень тяжелой нас здесь пути убивают вот такая ситуация. По традиции, напоминаю, то, что надо поставить лайк, комментарий, активность, все дела. Вы это умеете? Я умею. Все, выдохнули. Фу, блядь. Зато отпал сразу вопрос по поводу, собственно говоря, экономики, потому что у нас была прошлая серия экономическая. Мы нафармли очень много денег, и я как бы думал, а что ж покупать из брони себе новой, да, чтобы ходить по радиации, там вот это как-то в игре разбираться. Вот после этого старта вот здесь я точно понял, что брать эспешники это не выход. Как бы они стоят 100 косарей, у них действительно хорошая защита от радиации, от аномалии, от химозы, от всего. Но вида в том, что здесь на каждом ебаном шагу тебя кусают за жопу. И это не потому, что я Юлька, а потому что здесь как бы слишком много мутантов. И если я буду в эспешнике, я его порву за ебаных 8,5 секунд. Все. Вот такой вот небольшой экскурс. Сейчас скинем лишние шмотки и пойдем, собственно, к зомбарю. С божьей помощью, скорее всего, потому что как бы дойти до него будет очень сложно. Так, мосинку пока выкидываем, это выкидываем, это выкидываем, это выкидываем. Ремкомплект тоже, наверное, пока выкидываем. Все лишнее скинули. По весу у нас осталось очень даже хорошо, прекрасно, все, можем жить. Так, сраный ножик тоже выкидываем. Кстати, ножики очень быстро тупятся. Прям вот буквально парочку раз разделал тушку, и у тебя ножик все в непригодности, не может работать. Он как бы пишет, что не может разделать тушу у мутанта, потому что ножик в непригодности. Как бы нужно это иметь в виду. Так, аптечек, я так не закупался. Сейчас надо пойти на ранюшку попыляться. Здорово, брат, потом с тобой поговорим. Фу, я прям, я прям... Мне прям хочется как бы начать такую размеренную, спокойную серию, потолковать немножечко, поделать какие-то вещи. Но эта модификация тебя просто бьет хлыстами по жопе. Причем хлысты эти, они разогреты в состоянии солнца. То есть температура где-то примерно 1015 градусов по Цельсию. Это как бы ни хера не весело. Так, нет помощи. Что по ценникам? За косарь 800, давай. Ну, это лучше, чем аптечка, потому что надо будет сейчас хиляться на фул. Одна аптечка бы стоит 2 с копейкой. Как бы не вижу, у меня какого смысла. А так мы сразу вылечились, и все прекрасно. Так, теперь нам еще одну аптечку взять, всего про запас, на всякий случай. И по поводу хапки, у нас хапка кончилась. Да, ребята, в ваших комментариях я читал, действительно, того, что надо кушать вот эту еду прожженую, там, готовленные стейки, кровососы, там, и так далее. Но на самом деле, фишка-то в том, что жрать их, это не только потеря по калориям, то есть, и не только потеря по радиации. Как бы я такой стейк съем, и в момент, когда я буду хавать этот стейк, во-первых, меня эта радейка по жизням ударит сильно. Тут ситуация такая, там вот стейк давал где-то примерно 5 сотен радиации, сигареты не выводят так быстро. Они в целом здесь выглядят по 10-15 радейки в секунду. То есть, чтобы вывести, как бы, из меня радиацию со стейка, прожженного, так сказать, радиацией, нужно вытратить где-то примерно минуту. За минуту полхп, они просто, как бы, ну, заберут свои ополномочия и едут, не знаю, в другой организм. Поэтому есть просрочный еду в этом моде. Это, ну, абсолютно бесполезная вещь. То есть, сейчас это просто бесполезная вещь. Поэтому лучше брать что-то более ходовое. Вот смотрите, такая штука одна несет в себе 300, матью, микрозивертов. То есть, ну, давайте, сейчас ради эксперимента я вот вам покажу. Вот, блядь, 600 калорий, 300 микрозивертов. Поехали. Нам очень захотелось кушать. Прям очень сильно. Вот мы берем его. У нас есть сигареты. Сишки у нас на минус 15. Это прям, это хорошие, дорогие сиги. Поехали. Мы хаваем такой стейк. Я чувствую, как язва в моем желудке становится, блядь, просто огромной. Она уже размером, блядь, с Нептун. Я жру, собственно, сигаретки. Пошла родейка. Потекли мои жизни. Я уже прям чувствую, что они уменьшаются. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас все пойдет, как говорится. Жизни уже действительно уменьшаются. Вот они, микрозиверты. То есть, как бы, я потерял две полоски, три полоски. И это, как бы, была еще диетическая еда на 300 радиации. То есть, если бы это была хавка, как предыдущая, на 500, я бы просто расслабился чертам собачьим. Поэтому, но это не выход. Либо надо дожрать протекторы до этого, либо, опять же, смотрите, сигареты плюс еда, это расход по деньгам. Как бы, не сказал бы, что это прям плюс выходит, относительно обычной хавки. Прям, ну, от слова совсем. Так, охотничий ножик. Извините, мистер, я у вас в очке ногу расковыряю. Очень знаменителю ходовой товар. Ученые прям дорого покупают. Вот это единственный плюс, что, блин, того бы соса, кровососа бы забрать, на самом деле. Ради бабосиков. Просто шкура сося стоит, как бы, 2 500. Это прям серьезные суммы, я вам скажу. Так, ладно, поехали, сюжет. Потом мы что-то про него и забыли. Блин, патронов нихера, правда, есть, как бы, на АКСУхе, но АКСУха, мать его, ржавая, тоже не совсем ходовая. Так, а где они... Ага, вон они, ребята, стоят. И вон он, зомби, там, сидит на коленочках. Слушайте, интересно. Не обманули нас, ребята. То есть, ученые действительно поймали зомби для изучения. Это странно, что мы должны провести какие-то эксперименты, потому что я-то эксперт по выживанию против зомби, но не эксперт по самим зомбарям. Как бы, нам не дали ни инструкции, ни инструментов. Просто сказали, как добровольцу пойти изучить его. А что я сейчас изучу? Ну, он зомби! А-а-а! Ну, там сказали, что он может разговаривать. Но, опять же, а что, не могли поговорить эти ребята, что ли? Вроде толковые пацаны стоят, как бы, в хорошей амуниции. Или они, как бы, дуболомые страшные, только умеют воевать и при этом говорить не умеют. Потому что горящие зомби, как бы, ну да, у некоторых зомбарей сохраняются какие-то... Когнитивные, так сказать, связи, они действительно разговаривают. Но вряд ли это прям связанная речь. Сейчас, скорее, что-то будет из разряда этого, блядь... Иди, фиг, только круто! Ну, что-то такое, знаете ли. Что обычно бывает в этом... В этом вирке, в холкерском. Вряд ли что-то больше. Ну, раз попросили... Что и за деньги? Я сделаю. А вот там кто-то обосновался, кстати говоря. А, это, по-моему, тоже зомби. Интересно получается. Так, пацаны... Это я заберу. Нихера себе. Это вы зомби, что ли, забрали? Ученые! Меня послали к вам. Тот парень вкалывает зомби? Ну да, один из них. Сергей. А другой парень, ваш испытуемый. Вы поймете, кто есть кто. Меня зовут Василий. Конечно, вероятно, ознакомятся с Василием. Нет, то, что один из них как бы не зомби, это понятно. Этот парень вроде как не зомби, да? Это вроде хороший парень. Я здесь, чтобы помочь ученым. Да, это должно быть тот парень, которого мы ждали. Ну, как бы у меня это... А, ну не видно, наверное, из-за костюма, да, из-за маски. Хотя и без шлема. Как бы я девочка, там, это, ну... Бедра чуть шире, знаешь, талия чуть уже, там... Вот эта вот яйцеклетка, там, внутри. Эта вот грудь с молочными железами. Не видел? А, ну хотя, о чем я разговариваю, вот этот сталкер тоже нет женщин. Я их не видел. А, ну да, да, я парень, я парень. А, значит, просто запиши его поведение и все. Что он скажет? Если отправляют агрессию, я стрелю его. Хорошо. А, приторвози. Ученым дали мне экструкцию. Не стреляй в него, пока не возникнет непонимости. Я никогда не слышал, чтобы зомби говорили реальные слова. Поэтому хочу знать, что лекарство действительно с ним сделало. Что ты сделаешь после того, как я закончу, мне все равно. Хорошо, но поторопись. Мы пытались заставить его говорить, но он просто бился головой об стенку в течение 27 минут. А, защищай это место. Для этого ты здесь. Давай я пробую. А, так мы не просто изучаем зомбарей. Мы лекарствуем, вкалываем, которое возвращает им эти конъективные, так сказать, мощности. Понятно. Что ты сказал? Говори, смотри на меня. Зомби смотрит в мои глаза, но похоже он смотрит на что-то позади меня. Либо мне в душу. Ты понимаешь, что я говорю? Можешь включить головой, если хочешь. Зомби пытается сказать, но в свою челюсть что-то не то. Наверное, перелом. Что еще? Записываю данные для ученых. Окей. Ты, похоже, отличаешься от других. Ты помнишь какие-нибудь слова? Остались ли какие-то воспоминания? Гон-д-р-а-а-а-а-а. Я вижу небольшой поток крови из-за одного из глаз, медленно движущийся через грязь на его лице. Его глаза привлекают мое внимание, и голос горит внутри моей головы. Теперь я не могу вспомнить ни слова. Что? Что происходит со глазами? Ребята, вот дерьмо. Похоже, стекает кровью. Че, блять? Мужики, да че было? Обыскать труп. Испытуемый. Это щас че было? Ну, из его слов, там букв, отрывков, можно было состоять слово контролер? Он че-то говорил? Рэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Че-то такое. Может быть, он говорил каким образом он стал зомби? То есть, ну, как бы, его, он не под выжигатель как бы попал, а его, ну, зомбарем сделал контролер. И он пытался его вспомнить, как бы, ну, через боль. Потому что он был этот обычным человеком Я как бы не знаю, предполагаю просто Что случилось? Ты в порядке? Да, я думаю, что нормально Ты видел его глаза? Должны обойти, ему вкололи слишком большую дозу лекарства Он уже умер С меня хватит на этих заданий Это дерьмо случается слишком часто После того, как я выхожу из бункера Проверь снаряжение, Сергей Нам нужно идти Давай быстро вернемся в бункер Во крайней мере, а так безопаснее Я не понял, что здесь произошло Так, а мы пойдем сами пешком или... Ага, понял Василий, тоже слышал тут ужасный звук? Какой звук? Я видел, как Сергей упал на землю Потом крикнул тебе Как мы здесь оказались? Черт, ты не помнишь? Возвращайся в бункер ученых, Сергей Прямо сейчас Что-то не так с нашими головами Нужно поговорить с Озерским Так Действительно С нашими головами что-то не так Нас на секунду рубануло Василию вообще отрезала память А Серега как бы немножечко обосрался Хотя он в супераммуниции И как бы охрана этой территории И этого эксперимента Это его задача была Не моя Я вот в качестве ученого выступал А, вот тайник, который искал Тихо Сейчас мы его заберем Так, ну это, конечно, интересно Но вряд ли это лекарство Типа лекарство Подстегнуло когнитивные функции Настолько в нем Что сделало из этого зомби контролера Похоже на бред Согласитесь Скорее всего мы попали Просто под влияние контролера Может быть сквозь этого зомби Не знаю Там же говорят, что между зомбарями И контрой Есть какая-то связь телепатическая Но это тоже как бы очень странно Так, не знаю, что это было Поэтому просто, как говорится Отправляемся домой В бункер Передыхаем Ну и расспрашиваем Озерского Что он там вкалывал? Что-то такой кетчуп странный Для этого зомбаря Что он как бы начал говорить А потом удар пси-волной Слишком много вопросов Мне казалось, что это просто эксперимент Поначалу Типа просто пойти поговорить с ученым И как бы узнать у него Ну, плюс-минус Ага, вот его друг пришел Но оказалось Немножечко не так, как я думал Интересно получается Вот тоже броня Блин, тут, наверное, сейчас Пока что самый большой Такой жирный минусяра Этой модификации Действительно Странная система С выносливостью Как бы 43 градуса Я еще и под энергитосом Ну, как бы я, наверное, раза 4 За вот это расстояние Ну, останавливался Чтобы просто отдохнуть Как бы дистанция На вид, блин, не знаю Метров, наверное, 300-200 Ну, не знаю Любой человек, как бы Который занимается Хоть немножко спортом Ну, даже с грузом Этого бежит Но наш сталкер Точнее, наша Юлька Просто как бы Раскладывается По-пластунски И все, и устает Это прям очень странно Ладно, я был бы Вон какой-то вес Ну, как бы близкий К максималке Или свыше максималки Так, говорится, ебало Оф Но Что? Что происходит? Я, значит, Про вес рассказываю Вон старший стоит Так ты к нему А вы как бы Вам похеру Что вы сели по кругу Тополь Тот самый охранник Какое-то жесткое Пси-поле А Че происходит? Твою мать Ну, жизнь Мне гулять Очень странно Я без Пси-защиты От особо сильный Поэтому Если бы Мы будем Прям здесь Контроллер У нас убить Нас бы уже Расклавило Просто в мясо Ну, вроде как Я пока что сел А всем Как бы все Раздавайте Гурят просто сидят Так, два охранника Тех самых С которыми Уходили На экспедицию Не разговаривают С нами Твою мать Ага Я, знаешь Сохотел всех спасти А его трогать нельзя Это Научный сотрудник Местный Доктор наук В области Поедания мозгов И психологии Ага Хорошо Я вас понял Так Интересный Получается Расклад Так А Кто ж Это такой Какой-то Ред Ага Тот парень Рассказал Ред Контроллер А вам как бы Все равно Или что Или Что происходит Люди Просто сядут Вокруг бункер Что случилось Нашей команде Нужно следовать Припять Они будут Послать их туда Пока Активный Выжигатель мозгов Самые редкие артефакты Можно найти В окрестности В Припяти Так что Это одна из наших Самых больших проблем Пожалуйста Найди способ Что Consumer aires Это всегда Генератор Чё Что за Кто что вообще попал Чшшшш Ты чувствуешь это? Тишина. Я внутри твоей головы. Я контролирую бункеры и все, кто в близости. Они думают, что я теперь один из них, ученый. Эта комната похожа на лабораторию, где я вырос. Раньше все пытались убить меня и других. Уютно, неправда? Ха-ха-ха-ха! Вы контролер, верно? А почему ты меняешься нас убить? Не используешь свою силу против меня? Убить тебя? Нет. Позволь мне кое-что тебе объяснить. Этим говорящим зомби был я. Я просто использовал его тело, чтобы подобраться к твоей команде. Чтобы взять бункер. Прежде чем ты начнешь стрелять, ты должен знать, что я установил особую связь между нашими умами. Если я умру, ты умрешь вместе со мной. Не бойся. Сядь и дай мне закончить историю. После всего этого времени я должен найти кого-то, кто сможет сделать очень важный выбор для меня. Кто-то, кто может сделать выбор самостоятельно. Поэтому только таким образом мы можем работать вместе. Когда мы закончим, я покину это место и сниму нашу связь. А твой вид никогда не делал ничего, кроме биста сталкеров? Что ты от меня хочешь-то, а? Нет, я не из таких. У меня есть имя, мораль и страсть. Я Рэд. Я видел бесчисленные мысли, воспоминания, человеческие эксперименты, рождение и смерти. Мой вид может быть следующим шагом эволюции. Но нормальные люди боятся нас и убивают. Терзают нас. Я хочу получить конец нашим страданиям и спасти жизни. Рэд делает паузу, перед тем, как продолжит говорить громким переводителем голоса. Ты отправишься к ученому по имени Сахаров на Янтаре, чтобы раздрыть устройство под названием Эмиттер Связи. Это устройство использовалось, чтобы пытать подобных мне в каждом из этих тестов на обстоятельности. Мне нужно знать больше о нем, а затем уничтожить его. Тебе надо будет убедить Сахарова. Я буду помогать тебе в нашей связи. А ты можешь просто контролировать меня, но ты этого не хочешь делать. Почему ты не снимешь эту связь, что ты сделал между нами сейчас? Я не могу тут рисковать. Сначала найди Эмиттер Связи для меня. Просто помни, что я для этого... Что я для... Что, блядь? Просто помни, что я... А, делаю! Ого, господи, русский язык! Просто помни, что я делаю это для того, чтобы сделать зону лучше для всех нас. А позволь мне сперва немножечко поговорить с Сахаровым об этом устройстве. Я скоро к тебе вернусь, Рэд. А-а-а. Все вокруг сошли с ума! Так. А-а-а. С ней можно поторговать? О, у него тозик есть. Довольно хороший, изношенный тозик за 17 тысяч рублей. Угу. И тысяча рублей денег. Классно. А вот и завязка сюжета. Эй, Озерский, ты в порядке? Зам действительно заговорил с нами. Но потом его глаза налились кровью, и он упал. Он умер. Вы что-нибудь заметили странного? Конечно, с вами все в порядке. Теперь позволите мне просто закончить мою работу. Где там я был? Озерский, проснись! Я пришел сюда за свои награды. О, да, пришел за извинения. Вот как и было обычно, я должен охватить. 10 тысяч и СМК. Вау. Нихера себе. Это неплохо. Так, ну теперь это к мне нужно идти аж на территорию Янтаря. К Сахарову. Черт знает, куда за 3-9 земель. Блин. Ну вот и начало, ребята, основного сюжета данной модификации. Так, у нас есть контроллер по имени Рэд, который выше других, который мешки эволюционировал. И который хочет, как бы, ну, по факту не зла, он хочет, чтобы его оставили. Он как следующая, типа, цепочка пищевой цепи. Как закос по метро-1033, как черная. То есть, Homo Novus, новый вид человека. Как бы, ему не нравится, что их атакуют, убивают. Он, он, как бы, не со зла людей захватывает, а чтобы защититься, ну, с его слов. Ему нужен некий эмиттер, в случае которого тестировали обстоятельственность. То есть, контролеры, это же искусственная штука, это же не сделано зоной напрямую. Как и кровососы, это вещи, тысяча существа, которые были сделаны в лабораториях. Так, работа. Провести коллег не хочу. Ремонт небольшой сейчас сделаю. Так, и что у нас тогда получается сейчас? А, у нас сели батарейки классные. Новых у нас, по-моему, сейчас не было с собой, да? Тоже за батарейками идти. А с этими ребятами что? Поговорить тоже, как бы, особо нельзя. Изношенная СКС за 22 косаря. Охренеть. Блин, ну, мне сейчас первостепенно нужен костюм. У нас с ним связь, как бы, если вдруг что, то я умру вместе с ним. Неприятная ситуация. Но это он очень умной сделал. Вот почему я погиб в прошлый раз. Так. Каков расклад, каков расклад? Слушайте, можешь купить сейчас всех второй вербежи горб, нахер продать эту шкуру. Вот так вот сделаю, чтобы быть более выносливым. По поводу костюма, пока до сих пор я, блин, не решился. Сейчас, наверное, пойдем на территорию, как раз-таки, ну, на Янтарик. А, кстати, когда общаешься с этими ребятами по поводу торговли, пишется лояльность. Это, наверное, репутация. Вот из-за этого, как бы, ценники твои фигурируют. Все, теперь нашел эту статую, как бы, она прямо здесь пишется во время торговли. Это очень круто. Ну, я не вижу ни одной, вообще, причины сейчас здесь задерживаться. Просто выступаем на территорию... Блин, хотел батарейки, там никого не было. Сейчас закуплюсь на Янове. Мы можем через проводника напрямую просто сейчас добраться до Янтаря. Поговорить с ребятами. Все сели вокруг бункера, как бы, и просто отдыхают. Хех, интересно. Говорит, у нас есть миссия в Припяти. Будем ждать. Ну, ждите. Я почилил на территорию Янтарика в поисках эмиттера. Ибо мне магнит это просто спекут, и будет ни хера не весело. У меня были другие планы на своей мозге, а тут, как говорится, их забрали в свои руки. Неприятно, блин. Опа, задание провалено число гумутантов. Блин. Нормально пришли. Ни хрена не видно. Кроме, что эти макси. Это в основном было задание. Что с этим? С Яром? Так сейчас вспомнил. Ладно, потом сделаю. Кстати, доход до Янтаря был довольно дешевым. Типа 6 косарей, и мы здесь. Как раз задание. Пару тайников. Спасти сталкера. А, ну тут, в принципе, прямая дорога, получается, у нас с территории Юпитера. По прямой и пошли сюда. Понятненько. Так, фонарик я наконец-то подкупил. Блин, пойти бы, конечно, по-хорошему поспать сейчас. Начинаем, конечно, проверим тайник. А в тайнике, как бы, есть немножечко сигареток и жвачки. Антирадиационный. Ну, ребят, здесь много все на стороже. Охрана, как бы, есть, и это приятно. Так, товарищ Сахаров. Что у нас там за интересное такое задание? Приветствую на нашей научной базе. Так, а где диалог? Как обычно, проблемы с этим. Ложь. Ученые из Юпитера послали меня принести вам это устройство под названием Эмиттер Связи. Оно еще у вас? Эмиттер Связи? Они бы никогда не послали кого-то чем-то подобным. Зачем вы здесь? Потому что у меня его нету. Его нет ни у кого. Ужасный лжец. Скажите мне правду, или я пришлю своих охранников? А, контролер говорит за меня. Мне нужно изучить это устройство и уничтожить его. Вы знаете, что Эмиттер Связи вызывает страдания и смерть. В чужих руках он станет оружием, способным убить кого угодно и где угодно. Так вы утверждаете, что вы потеряли Эмиттер Связи. А, правда, да? Он был потерян очень давно. Я видел только некоторые документы и результаты из тестов, но устройство пропало. Я чувствую, что вы говорите правду. На самом деле мы хотели бы, чтобы вы его нам вернули. Пока еще никто не нашел друг тот другой. Мы не можем сказать об этом никому, кто не знает о ее существовании. Это значит, что вы принесете Эмиттер Связи мне. Я могу его активировать. По какой причине вы его активируете? Где я должен его искать? Зачем мне его активировать? Ну, Эмиттер Связи может создать большое невидимое поле вокруг своего пользователя, которое отталкивает или убивает ближайших живых организмов. В зависимости от их способностей. Мы можем его использовать как щит против мутантов, возможно, даже сил Монолита. Документы, которые я прочел об этом, были написаны в 2006 года учеными в лаборатории ИК-16. Он должен быть там, в лаборатории ИК-16, экспериментировал над всеми установками и живых организмов. И мутанцы еще до изменения зоны, но несколько нам известно. В лаборатории ИК-16 есть машина, которая убивает всех, кто влежается к зоне ее активности. Поэтому будьте осторожны там. Вам понадобится один из моих прототипов, шлемов, чтобы защищаться. Амм, теперь я понимаю, что Эмиттер Связи может как убивать, так и защищать. Списательную информацию. Я жду через некоторое время. Всего доброго. Интересно. Ну вот тут как-то прям странный сюжет пошел. Прям странно. Что-то мы поговорили, он такой, а, да, 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 помню, было такое устройство. Она может убивать и защищать. Я его как бы не видел, но оно есть на территории подземки ИК-16. Пойди посмотри. Ну, странненько как-то. Как будто между этим делом не хватает еще 3-4 квеста, знаете. Вернуться к Бороде. Есть такое задание. В последний раз, когда я попросил Бороду о работе, он послал меня к ученым, чтобы помочь им с экспериментами. Он сказал, что у него еще работа есть, и что я должен его поторопиться, пока мое задание не взялся тот другой. Опа, нихера себе. Интересно. Так, слушайте, у нас теперь, получается, сюжет пошел обратно к Бороде. А здесь у нас прототип. Он же, я так понимаю, платный, да? Проводники, смена группировки, выжигатель, ПСИ-шлем. Как бы 17 косарей, либо 25 тысяч настроенные. Так, надеюсь, оно того стоит. Так. Не сомневайтесь, молодой человек, калибровка шлема позволит добиться максимальной защиты от излучения. Вы сможете свободно передвигаться в их сезоне без кого-либо ущерба на сутку. Итак, шлем придется вам примерно в 17500. Так, хорошо. Это калиброванный шлем, который хороший, да? Спасибо вам. Ха-ха-ха-ха. Блядь, в смысле? А что-то по тексту пошло не так, подождите. Смотрите. Мы, конечно, можем дать вам прототип прямо сейчас, что обойдется вам в 25 тысяч рублей. Но в таком случае придется работать с непроверенным оборудованием. По крайней мере, это рискованно. Еще один вариант, вы можете ускорить процесс калибровки. На этом потребуется дополнительное средство. Это будет 18500. Ага. И по итогу мы еще отдали 40. Все, ребята. Шмотки наши пошли по тренде. Но как раз пока будем работать на бородульку. Нормально. Вот это, конечно, красиво. Не требуется некоторые образцы для исследований. Лапа Апсидогиганта. Я поищу. 40 косарей отдали, блин. Вообще на это не рассчитывал. Тактический шлем М12. Раз защита, броня, бля, вообще соска. Можешь купить его. У нас как бы один хер тянет денег на хороший костюм. А шлем как бы нужен, потому что без шлема радиация меня съедает на ухналь. Так что хорош тактический шлем М12 нам очень даже покатил бы. Блядь, забираю. То я отхожу с этими деньгами, просто трясусь вокруг них и нихера не трачу. Это как бы неприятно получается по ситуации. Так, фильтры противогаза. Сейчас тоже все три куплю себе. Пусть будет так. Люжий горбик. Вэллис будет стоить 38 косарей. У нас столько сейчас нету, не хватает. Да и хрен бы с ним. Все, наша первая достойная, кажется, покупка данной модификации. Какой нахер противник? Это врачо. О-о-о! Сразу, а где это вырубается? Сразу нет. Не хочу играть с худом шлема. Интерфейс шлемов и масок. Просто я, конечно, эту штуку люблю в плане, типа, видосов, там, когда, знаете, погружаешься, чтобы красивая картинка была, когда снимаешь какие-то такие ролики, типа, нарезки. Но когда играешь в игру, как бы, худ шлема, это просто смерть. Смерть, смерть, череп, гроб. Так, у нас что получается? Отправиться в подземку, это одно из заданий. Рэд, сильный контролер, ему нужно, чтобы я доставил устройство под названием эмиттер связи от Сахарова, чтобы уменьшить содержание контролеров. Принесите ему это устройство. А, принесу ли я ему это устройство? А, там еще и разветвление, судя по диалогу. То есть, можно принести, а можно не принести. Так, ну и сюжет нас обратно возвращается сейчас на территорию Азатона, пойти поговорить с Бородой. Ну, идти столько через, сколько, получается, 3-4 локации, мне будет лень, поэтому, как бы, нанимаем сейчас себе проводника отсюда. Тратим бабки, ничего не поделаешь. Так, проводничок на станцию Скадовск. 10 косарей, пиздец, полный, но ситуация такая, что, как бы, не повертишься, не покрутишься. Сколько лет, сколько зим, ребята, братан, твою проблему еще до сих пор не решили, поэтому, как бы, жди. Если что, мы тебя спасем, если нет, то тебя убьют военные, что не поделаешь. Так, я поработала на ученых, есть ли еще какая-нибудь работа? Другого я не ожидал, есть тут кое-что. Я знаю кое-кого на ростке, кто тебя свяжет с нужными людьми. За трудные задания они никак не обидят. Юлиан должен доставить флешку кое-кому на ростке. Пока Юлиан добирался, у него уже терпение иссякла, с тех пор он на него больше не работает. Теперь надо будет доставить ту же флешку, которую ты ранее нес Икару на росток. Обычно его можно идти на крыше, я уверен, другие люди тоже тобой заинтересуются. Когда я им о тебе расскажу, что можешь тебе рассказать еще? Я одиночка, исследователь, хочу путешествовать по зоне и делать деньги. Исследователь? Зона не желает раскрывать свои секреты, но, пожалуй, это есть причина, почему ты здесь. Встретиться с Икаром он стоит поделиться кое-какой информацией. Так, а там бусты второй вариант, что-то я такой-то интересный. Это на что-то интересно влияет или это просто, типа, иллюзия выбрал? Ни хера более. Так, торговать секретами, совершенные данные Икара. Торговать секретами, вернуться к бороде. Угу. То есть, у нас парень предыдущий, который доставлял его, так сказать, информацию, Юлиан немножечко оплошал. Его нервы подздали после суток с зомбарями, и он теперь боится работать. И его теперь не жалуют, не любят. И мы заменили его в этом поприще. Нам сказали, что это прям хорошие деньги. Только те, наверное, вернутся обратно на территорию ростка. На крышу. К нужному человеку. Борода знает кое-кого, кто может предложить мне новую работу. И по просьбе бороды я должен оставить флешку у некому Икару. Так же известному, как Бёрдман. Который обладает серьезными связями. Эх, блядь, серьезные расходы по деньгам. Ну, поехали. Че, теперь в бар, так понимаю, идем, да? Проводничок до территории ростка. 9 косарей. Пиздец, просто. Пинус деньги. Да че поделаешь? Просто уже 6 утра, ребята. Еще недавно была ночь. Ножка попрыгали направо-налево. То-си-босит раля-леси, как бы. И все. И минус деньги, и минус время вообще, блядь. Косарец, просто. 1700 рублей. В начале данной серии у нас было, как бы, 110 тысяч рублей. На карточке. Мы купили из нового только шлем. Да, шлем хороший, как бы. Один из лучших шлемаков военных. Но, блядь, 1700 тут осталось. Это, как бы. Это, сука, сильно. Это, прям, очень сильно. Отжрать захотелось. Кстати, играешь, шлем-то довольно плотно весит. Ух, тышный херасик. 5 килограмм веса. Вот тебе и говорится, от руля. Потому что у нас теперь проблемы с весом довольно серьезные. Что? Надо заменить воздушный фильтр. Надеюсь на лучшее, а готовлюсь к худшему. Что это такое, блядь? Ёбаный мох. Интересное местечко. Безопасно, говорили, ребята. Бар под контролем, все зачищено. Здесь бойцы долго, как говорится, все контролируется, все проверяется. А, просто сдох как нихер делать. А сюда нельзя залезть как-то вот отсюда, нет? Мне, походу, нельзя. Я еще и устал, ни с того, ни с сего. Это что ж такое-то? Сраная выносливость. Юлька, блядь, качай ноги. Реально, вот сталкеру нужна прокачка выносливости, как в этом, как в ластальфо. Если, типа, зафигаешь ощущечки выносливости, ты прям бегаешь хорошо и много весишь. И много переносишь. Так, что это за блядская жижа здесь была, которая меня так нахер убила? Я могу вот так проползти? Можечка очкую. Треник пустой. Ага. Классные висюльки. Такую одну тронул и все, и потерял, как говорится, все, что... Мог в этой жизни. Кстати, у нас интересно, там шлемаки, встроенный ПНВ, есть первого поколения? О, он хотя бы такой. Уже рад. Да, блядь! Срань ты, просто срань ты, блядь! Со страхом смотрю, ребята, расползающийся заразу зоны, блядь. Я сейчас вступлю реально в долг, чтобы победусь на поступью разъебать все эти каракули, вот эти вот заросли на этой планете. Это просто, что это такое? Снизу, сверху, блядь. А как здесь проходить-то? Как проходить в этом месте? Он, блядь, на полу лежит. Ёбаный шашлык. Ты, конечно, поц, блядь, вообще веселый и карм, блядь. Что-то я очкую вообще мрак, как сильно. Он туда не прыгает, кстати говоря. Да, блядь! Надо заменить воздушный фильтр. Надо было, наверное, лезть через ангар. Там вроде можно было через трубы через ангар просто залезть, да и все не парится. Просто сдох при подъеме на локацию. Здорово, братишка! Система защитует тебя просто 10 из сети, блядь. Чуть не погибла бы, как к тебе шла. Добро пожаловать, незнакомец. Я не знаю, как тебя зовут, кто ты такой. Люди везут меня икаром или бёрдманом, потому что я провожу большее свое время не на крышах, а вдали от других людей. Я продаю информацию, которую ты будешь найти в зоне, а также ее покупаю. Не жди, что мне скоро узнают. Так что, если я найду какие-нибудь интересные документы, я могу продать их тебе? Большинство из них да. Я даже могу помочь тебе добраться до них. Я продаю какие-нибудь интересные вещи. Учителя, патроны, дымовые гранаты. Так, уверен, что я иду, что мне будет интересно. Спасибо за предложение. А, значит, икар, я ищу работу. Борда попросил меня доставить тебе это устройство. Дай мне злют у него. Вот, может, прожить мне работу. Хм, сталкер, которого мы ждали, очевидно, не смог достать нам это устройство. Значит, ты будешь ничего от меня не перепадет. Мой босс может заинтересоваться тобой. Встретимся сегодня в баре в 100 ренге. Сейчас я его лучше не беспокоюсь. Скажу ему, что ты придешь. Окей. Ой, получили деньги. Мгм, ну вот и торговля интересная, да? А что, по ценникам? Он отпустится к одиночкам, поэтому хорошая реальность. Это прям пониженная цена сейчас для него будет. Прицела по ушам вот так и не появилась у нас здесь, к сожалению. К большому. Доп и рюкзака тоже не вижу. Фильтры, фильтры, фильтры. Кстати, а по-дробей у нас очень мало осталось дрейфа. Чем ценник у тебя? 2 600. Наверное, одну пачку возьму себе дополнительную. Так, я, пожалуй, наверное, буду сейчас к нему-нибудь, не знаю, кольными путями. Икар торгует секретами. Так. Попросил меня встретиться с его боссом в баре Старинген сегодня вечером. Возможно, его босс тот самый человек, который сможет предложить мне настойчивую работу. Икар сказал мне, что их предыдущий парень подвел их, потому что флешку должен принести он, а не я. Это явно был Юлиан, которого я ранее спасла в ВНС Круп. Ну, как бы, был Юлиан, стала Юлька. Так что, довольно близко все. Так, ну, планы очень простые. Наверное, сейчас идти спать. Можно сейчас, в принципе, идти еще будет к этому, к Арнии. Спросить по поводу мутанта. Ну, типа, именно арены с мутантом. Обычную арену мы уже, как бы, прошли. Деньги, как бы, тоже нужно сейчас. Вдруг что? А у нас, как бы, нету на проводниках. Так, есть битва. О, Снорк, отлично. Тройной выигрыш. Вообще, копейки. Поехали. Шесть косарей, как с куста. Сегодня на арене. А потом будем спать. Спать до вечера. Вариятельные люди. Большие деньги. То есть, мы, по факту, пришли в зону, чтобы просто, типа, ее исследовать и заработать больше денег, как обычный сталкер. Ну, судя по этим мыслям, которые мы сейчас видим, последние, там, минут 10. Но при этом вляпались в какую-то невероятную историю с контролером и учеными. Которая, как бы, нам нахер не вкрылась. Ну, так вот бывает. Ну. Три. Ту. Вон. Ага, понял. Да откройся ты! Блядь! Ну и пиздец. Ну это пиздец. Я не вижу его. Сраная дверь! Штоп тебя за ногу! Я рискнул и проиграл. Юлька пулеметчица. Блядь. Я рискнул и меня разъебала дверь, которая не открывалась. Вот такая вот история. Я вам уже сказал эту историю из жизни. Было то же самое примерно, так сказать. Я открывал дверь резко. Я просто открываю резко двери, когда иду. Открывал резко дверь из комнаты со своей. И дверь обычно, как бы, проходит плавно над ковром. Но если ковер заламывается, она может сцепиться об ковер. И дверь засыпалась об ковер. И на полпути, как бы, она недооткрылась. А я, как бы, прям быстро хотел пройти. И прям лбешником об уголочек. Прям со всей дури, как бы, было не весело. Я немножечко потушился на пару секунд. Такой, ёпт твою мать, что произошло? Так, ладно. Давай, сраная дверца, открывайся. Да в смысле? Какой нахрен воздушный фильтр? Какой он, блядь, выжил? Значит, кадр один, дубль три. А-а-а, хищу историю не рассказывал. Есть такая вот песенка. Берёшь сперва укропы, потом собачью жопу. Три мешка картошки. Чё-то там бл-бл-бл-бл-бл и плов готов. Нормально? Брянский снорк, а? Отдай мои шесть тысяч рублей. Мне нужны эти деньги. Шесть тысяч рублей. Открывайся. Ну? Да ёпт твою мать! Отлично! Готов! Всё! Ура! Просто адская смерть машина, блин. Обычно снорки, как бы, с хорошим попаданием в голову склеиваются с одного выстрела, но это какой-то, походу, особенный был. Прям силач-силавичок. А, даже 12 косарей получили. Так это того стоило, слушайте, эти мучения. Есть чё-нибудь ещё из такого? Больше пока что нету. Понятно. Но я, в принципе, и этому счастлив. Деньки по грязной проводнике это самое главное. Так, пошли спать. Вечером в бар. Блин, только 7 утра. На улице дождяра. Темно, тоскливо. Хочется плакать. Кстати, по поводу прокачек. Чё у нас там в шлемаке вообще есть? В целом. Есть сразу с первого слота прокачка на плюс 50 выносливости. Бам! Это сильно. Это очень сильно. Это прям пиздец, как сильно. Нужны доп. инструменты, грубо я так понимаю. И очень много денег. Блин, где бы их найти, эти инструменты. Хер его знает. Так, ну до вечера, сколько я не знаю, до часов 8 поехали спать. Так, не делай глупостей. Сообщение. Встретил волкного доктора. Он обрадал несколько кусков собаки. Так, это не то всё. Нам сейчас нужно идти или нет к нему? Икар, икарыч. Блин, жрать захотел, пока спал. Очень сильно. С хавкой просто проблемы начались сумасшедшие. Потому что в момент, когда у нас было много еды. Мы много чего копали. Я... Чё, копали? Вы же чего копали? Не, я, пожалуй, буду чего копать. Так вот, когда мы много копали. Когда у нас были суппайки, всё было, в принципе, прекрасно. У нас с вами был арт-факт глаза лобстера. Которые, блядь, жрали нашу еду. А куда все выходят, я не понял. Блядь, нас ещё и зажали. Разборка питерская! Ребята, а можно зайти, как бы, на территорию бара? И купить себе хавки, желательно. Блядь, прям толпой выходят, какие-то разборочки, реально. Пацаны, вы чё? Или вы весь день бухали, и вечером, типа, решили всё-таки выйти и что-то пойти поделать? Пойдём-ка, позарабатываем деньги на арене, не знаю. Убиваем собачьих. Проходи, не задерживайся. Так. И где этот местный лидер? Блин, неужели, в смысле, рано мы пришли? Надо прям до полуночи ждать. Ну, это ж херня полная. Походу, если никого нет, слушайте. Это он? Блин, это, походу, не он. Странная херня получается, очень странная. Прямо спать до полуночи, но это же, как бы, ну ладно. Заодно пока купим себе еды нормальной какой-нибудь. Без радиации желательно, при этом хорошую по калориям. За 400 рублей 200 калорий. Ну, это вообще смешно. Тут тоже 200 калорий. Тут за 800... Во! 800 рублей 600 килокалорий! Бля, я покупаю просто 3 банка, 4 даже себе на будущее. Как бы это, вот это реально тема. Это просто реально тема. Так. Ну, я так понимаю, что рано, спим прям до полуночи. Просто, как бы, чётко времени на меня не написали. Вот я такой не люблю. Вот написал бы, типа, встреча. Ровно в без пяти... Это ты? Это не козырь. Типа, в без пяти час. Или там, не знаю, в 25-30. Или там в 27-13. Ну, я бы поспала нормально и пошла по твоим делам. По делам этого икарчика. Причём, мне кажется, что эти ребята промышляют не только добычной информацией, чем-то ещё. Что вряд ли человек с большими связями, это человек, который только флешки добивает. Это, кстати, одно из возможных ответвлений. Типа, отдать этот прибор ему или же контролёру. Но это мы узнаем попозже. Так. Ну, спать, не знаю, до полуночи. Задание обновлено. Вот теперь можно похавать тушёночки. Мне сообщили, что выбор сближается завтра. Мои источники надёжны. Да? Не, ну если как бы надёжны, то я тебе поверю. Так, и теперь куда? А теперь как раз таки идём на территорию бара. Блин, вот сейчас просто каждый граммчик перегруз. Сейчас, наверное, буду прям продавать всё лишнее. Вот прям скину нахрен бутылку эту. Все патроны. Потому что, ну, как бы, выпили себе шлемак. Он пока весит пятёру. У нас костюм не прокачан. Костюме буквально, вот, инструменты грубой работы. И плюс там дешёвая прокачка, что-то за 7 тысяч рублей. Плюс, как бы, что-то 6 килограмм веса добавляется со слотов. Вот буквально, как бы, копеечка. Но у нас нет сейчас инструментов ни одних. Я бы уже прокачался, всё было бы хорошо. Так. С кем разговаривать-то? А, это, походу, он и был, да? Самый дядька важный. Босс. Просто Босс написано. Почему ты здесь стал? А, привез, меня зовут Юлька-пульманщица. Икар сказал мне, что ты ищешь опытного сталкера. Так, борода пришла к тебе. Последний парень, которого он послал, провалил пустяковое задание. Теперь он прислал мне совершенно незнакомого человека для замены доставщика. Тебе претензий нет. А, Юлиан, я спасаю, принёс свое устройство Икару после неудачи. Я ищу хорошую работу, но это зависит от вашего предложения. Если вы ищете кого-нибудь себе доставщика, то я здесь. Ах, ты, сволочь. Заю меня Босс. Есть некоторые вопросы к тебе, Юлька-пульманщица. Ну, для начала, давай-ка убьем вместе. Она оставит достаточно много времени. Последний себе работу. После того, я узнаю, у тебя получше. Давай убьем. Хорошо, босс? До дна? По-моему, он хочет меня трахнуть. Мне это не нравится. Так, и что нужно тебе обо мне знать? Следуй за мной, поговорим в другом месте. Хорошо. Блять, по-моему, нас сейчас будут ебать, ребята. Нам, блять, надо... А я ноги не побрила. Блять. Зона бикни тоже вся волосатая. Сука. А это как бы босс. Что-то при деньгах. Блять, неприятно получается. Аж бармен отошел куда-то подальше. А то это настолько уважаемый человек получается. Блять, что-то мне страшно стало. Если что, я буду кричать. Так, но здесь никуда-нибудь тоже хорошо. Нету подставных лиц, ничего такого, да? Ладно. Так, вы сказали, у вас есть ко мне вопросы. Ну да, мне нужно знать, с кем я буду работать. Я нанимаю людей, которые могут собрать для тебя ценную информацию о зоне ее создания. В виде, с которым я работаю, высококвалифицированы сталкеры, которые не боятся опасных ситуаций. Я не приму того, кто не справится с простым заданием. Итак, мой первый вопрос. Почему ты здесь? Хм. Я здесь просто, чтобы заработать денег. Я справлюсь с трудной ситуацией и готова к настоящим миссиям. Вы пришли в нужное место, делать много, но это будет нелегко. Ты можешь стать богатым человеком, пока я могу на тебя рассчитывать. Расскажи мне все, если сможешь вернуться. Я отправлю сюда людей в опасных стад для сбора документов электроники. Например, я также хорошо им плачу. Как я уже сказал, я работаю только с профессионалами. Вы можете встретить кого-то из них на будущей миссии, которые будут исследовать места, куда не смелились идти другие. Вы достаточно о мне знаете. Давайте перейдем к делу. Один из моих людей нашел старый ПДА-сталкер по имени Шрам, который дал нам подробную информацию о зоне вокруг АЭС. Он также был полон загадок, которые вряд ли разграет один человек. Есть только один старик во имя Доктор, поживающий свои последние дни в болоте, недалеко от база Чистого Неба. Поспрашивайте про него на базе, отнесите ему ПДА и убедитесь, чтобы он передал тебе всю информацию, что у него есть. Допустим, я убито. ПДА может быть уничтожен после того, как ты закончишь с ним. Отдашь Доктору 5000 рублей из тех денег, что я тебе дал. Отблагодаришь его. Хорошо, я навещу Доктору. Блин, это немножечко странно. Там еще такие текста были. Я думал, что там как бы варианты ответа, поэтому я один прочел и ответил, а два других были как бы взаимозамещающие. Типа, я просто исследую зону, и третий ответ был из разряда, я ищу опытную команду, чтобы пробраться к центру. Я протыкал как бы все, но... Ладно, это просто немножко странно подано. Плюс он не дал никаких гарантий, никаких заданий мне, чтобы разобраться, хороший доставщик или нет, просто передал мне на слово. Типа, я спас предыдущего доставщика, и поэтому я хорош. Вот здесь, блин, вот, ну нет, честно, я пока не знаю, какой будет общий сурет модификации, но местами кажется, что просто не хватает между этими квестов еще квестов. Как бы, я вот не любитель затягивания сюжетов, но здесь слишком. То есть, вот пришел босс, который сказал, что богатый человек, его личность, как говорится, неизвестна, он не бандит, просто он скрывается. И он именно ищет данные о создании зоны, о ее секретах. В принципе, логично. Видите, у него есть как бы даже цепка, он находил ПДА шрама. Это как бы нихера себе, это прям легенда зоны, это прям тайная-тайная. Но при всем при этом, как будто вот между нами не хватает одного квеста. Типа, какую-то мелочь для него сделать, чтобы он убедился, что я как бы правильный работница или работник. Как будто вот и до этого квест тоже был, который с контролером, с Сахаровым тоже. Вот как будто между этим не хватает как бы, ну, одного квеста. Знаете, как будто бутерброд, который из двух половинок хлеба, и вот по центру нету колбаски. Как будто мы жрем только хлеб. Это как бы тоже вкусно, я понимаю, если хлеб с солью, там все дела. Но колбаски не хватает. Странно, все получилось, нам еще дали деньги. И отправили сейчас к товарищу доктору на болото, чтобы разузнать о ситуации с шрамом. Угу. А ПДА мы можем как бы сами прочесть про шрамы или нет? Босс дал мне этот ПДА, который полон каракуль, который может рассматривать только один человек. Я должен спросить об этом человека, вы мне доктор, он живет на болоте. Понятно, данные были зашифрованы, ясно. Короче, немножко странно получается местами, но в целом интересно пока что. Потому что у нас какие-то не связанные между собой линии. Здесь парень, который меркантильно ищет данные о создании зоны, просто человек. С другой стороны, если не забывать, что у нас есть как бы контролер, который ждет тоже своей части доли. И может нас в любую секунду убить. А он как бы ждет того, что я найду для него некий, собственно, этот как его там, санитайзер, который мозги связывает у всех всесуществ. Нужно отправиться на территорию лаборатории Х-16. Ну, после того получим этот ПСИ-шлем от Сахарова. Как это будет по итогу все связано, я пока не понимаю. Может и не будет. Может это два разных сюжета, типа две разных ветки. А я их начал сразу обе. Пока не ясно. Ладно, ряд, я, наверное, пока эту серию закончу. Продолжим потом на территории болота уже со стороны доктора. Будем разбираться, что же на такого шрам узнал, что там за секричное его ПДА. И что, в принципе, нужно этому товарищу боссу. Что нужно по товарищу контролеру. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.